ПАВЕЛ БЕГИЧЕВ Пятая серия программы «Задето за живое», в которой я даю свой комментарий на разного рода события, тренды или явления, произошедшие за последнюю неделю, с четверга по среду и задевающие так или иначе лично меня за живое. Сегодня 6 ноября 2024 года. Кстати, я записал реакцию на ролик Джастаса Волкера «Почему я не православный» назывался так ролик. Значит, я монтирую. Ну, там 3 часа ролик будет. Ну, может, чуть меньше, чуть больше. Монтирую. В общем, не знаю, когда смонтирую, когда выйдет, не знаю. Но я записал, я обещал, я записал. Хотя времени вообще в обрез, конечно. В общем, не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Вчера жену вечером спрашиваю, ты помнишь, как убили Индеру Ганди? Она говорит, конечно, помню. Я говорю, а ты понимаешь, что 40 лет прошло? Жена ахнула, говорит, как 40 лет? Ничего себе. Да, мы повзрослели. Я тоже очень хорошо помню, как была убита Индера Ганди. Об этом, конечно, писали все газеты, классные часы проводились на эту тему в новостях, были сообщения, по-моему, специальные даже передачи были сняты. Потому что СССР тогда с Индией очень хорошо дружил. И еще у всех на слуху был лозунг «Хинди, Руси, бхай, бхай», что в переводе на русский означало «индийцы и русские братья». И этот лозунг еще Никита Сергеевич Хрущев провозгласил на митинге в Бангалоре 26 ноября 1955 года. В прошлом году я также посетил Бангалор, и там был рукоположен старокатолический священник, и был учрежден старокатолический приход в городе Бангалоре. Так что я вслед за Никитой Сергеевичем могу повторить «Хинди, Руси, бхай, бхай». И этот лозунг даже встречается в фильме и в поздних редакциях книги «Старика Хатабыча» и «В повести Льва Кассилия. Будьте готовы, ваше высочество» очень смешная. И фильм, кстати, тоже очень прикольный, был по этой книге поставлен. Кстати, слово «бхай» это на хинди, это не санскрит, это хинди. Изначально на санскрите это слово звучало как «бхратри», ну или «бхратр», да, то есть вот так его надо было произносить. И отсюда действительно происходит и английское «brother», и латинское «фратр», и древнегреческое «фратр», и русское «брат», ну и хинди «бхай». Да, то есть, ну такое, картавое слегка произношение. Так вот, это на самом деле ведь не про политику. Я политику почти никогда не комментирую, но Индиру Ганди мы действительно все в Советском Союзе очень любили. Единственная женщина, занимавшая пост премьер-министра Индии, высший государственный пост тогда. А ведь когда она родилась, это повергло семью в замешательство. Все, кстати, знали и любили в Советском Союзе и ее отца, Дживахарлала Неру. Но в его семье все ждали мальчика, наследника, продолжателя политических дел отца. И когда родилась девочка, тем не менее, дед новорожденный убедил семейство, эта девочка будет лучше тысячи сыновей. Так и случилось. Когда Индия в ответ на притеснение британцев ответила отказом покупать привозные заграничные товары, маленькая Индира Ганди самолично, своими руками, по своему почину, ее никто не заставлял, бросила в костер любимую французскую куклу, поставив общественные интересы выше личных, как и было принято тогда и в Советском обществе. Из истории мы знаем, что Индия стала независимой в августе 1947 года. Тогда же было сформировано национальное индийское правительство. И Индира Ганди тогда стала личным секретарем своего отца, Дживахарлала Неру, премьер-министра, сопровождала его во всех зарубежных поездках. И очень скоро завоевала невероятную популярность, благодаря острому уму, твердому характеру и крепкой такой политической хватке. Индира Ганди смогла изменить мировоззрение тысяч людей. Она действительно изменила ход истории. Недаром на исходе 20 века, по версии BBC, она была признана женщиной тысячелетия. Она бросила вызов вековым предрассудкам кастовой системы и вышла замуж за Ферроза Ганди. Отец-то у нее Неру из высшей касты. А жених ее был из низшей касты. И иноверец. Ну, то есть Индира Ганди исповедовала индуизм, а муж ее был зороастрийцем. И еще из низшей касты индийской. И она взяла его фамилию. Это был скандал, это был вызов. Но за них заступился сам Махатма Ганди. Поэтому вскоре скандал утих. Правда, в 1960 году он умер от инфаркта. И, потеряв мужа, Индира испытала тяжелое нервное потрясение. На несколько месяцев отошла от активной политической жизни. Но уже в начале 1961 года она стала снова членом рабочего комитета Конгресса. начала выезжать в очаги национальных конфликтов. В 1964 году умер ее отец Дживахар Лал-Меру. И началась сложная эпоха борьбы за власть. И все же в 48 лет Индира Ганди добилась самого высокого поста в государстве. В годы ее правления продолжительность жизни в Индии выросла с 32 до 55 лет. Средняя продолжительность. Вы только представьте себе, в 20 веке, в 60-е годы, средняя продолжительность жизни в Индии была 32 года. То есть человек, доживший до 40, и это ого-го, долгожитель какой. И выросла до 55 лет. А доля населения, живущего в нищете, за чертой бедности, сократилась. С 60% до 40. При этом у Индиры было много врагов. Ее предупреждали не быть столь открытой. Но она все равно распахнула двери своего дома для всех нуждающихся. Люди приходили к ней, называли ее матерью Индии, чтобы рассказать о бедах, о нуждах своих. Но последний год для нее стал трагическим. Неудачно проведенная операция «Голубая звезда» по обезвреживанию сикхских экстремистов привела ее к гибели. 31 октября 1984 года, я помню этот день, двое сикхов, Биант Сингх и Сатвант Сингх, выпустили в нее 20 пуль. На выстрелы, конечно, прибежала охрана. Сикхов тут же задержали. Одного из них вскоре застрелили, второго тяжело ранили. Раненую Индиру Ганди повезли тут же в Индийский институт медицины. Но ранения уже, конечно, были несовместимы с жизнью. 20 пуль – это тоже не комар чихнул, конечно. И от полученных ран на 67-м году жизни Индира Ганди скончалась. Траур был невероятный. 12 дней был траур по всей Индии. Миллионы людей пришли с ней проститься. Ну и 2 ноября 1984 года по индуистскому обряду ее кремировали. Прах развеяли над Гималаями и склонами Гендукуша возле истока Ганга. Безумно жаль, что она не была христианкой, конечно же. Я помню ее, мы все скорбели, когда она была убита. Даже какие-то акции протеста или солидарности, ну что-то такое было организовано. О популярности ведь того или иного, особенно заграничного политика, в СССР можно было судить по анекдотам. Причем, либо это был добродушный анекдот, либо злой. Ну и один из анекдотов, я почему-то помню, он в детстве был гомерически смешной, а сейчас не очень. Про то, как в СССР принимали Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании. И с приветствием к уважаемой гости выступает генеральный секретарь политбюро ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Открывает бумажку и читает. Ему шепчут помощники, Леонид Ильич, это Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер. Тут снова, дорогая Индера Ганди. Что ему там? Говорит, Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер. Да я знаю, что Маргарет Тэтчер, а у меня же в бумажке написано Индера Ганди. Почему-то было смешно, а сейчас не очень. Но тут что сказать, в наших сердцах тоже навечно написана память о великой женщине из Индии, Индера Ганди. Что-то как-то молодость вспомнилась сорокалетней давности. Ну и, конечно, 3 ноября мы все вспоминали дорогого ушедшего Александра Борисовича Градского. 75 лет ему бы исполнилось, не дожил он. Конечно, не дожил. К сожалению, родился в городе Копейске в Челябинской области. Но уже в 57-м году его семья переехала в Москву, так что всю жизнь, в общем-то, он прожил в Москве. Градский, конечно, дедушка русского рока. Но он, по-моему, старше всех вообще деятелей нашего русского рока. С 49-го года рождения. Хотя русский рок он не любил. Он говорил откровенно, он говорил, что, ну, это все хорошо, это хорошая поэзия, но это вот в основном поэзия. Там музыки практически нет. Исключение делал почему-то только для Виктора Цоя. Но и то не из-за какой-то потрясающей музыкальности, а из-за того, что это была мощнейшая энергетика. Причем именно музыкантская энергетика. Потому что, конечно, Александр Борисович был музыкант. Музыкант до мозга костей. Этот настоящий беспримесный гений. Безусловно. Ну, то есть это невозможно даже особо ни с кем сравнить на нашей эстраде. Хотя очень талантливых и даже гениальных музыкантов и у нас хватало и хватает по сей день. Он окончил Гнесинку, ну, в смысле школу музыкальную по классу скрипки. С юности влюбляется и в западную музыку, и Пресли, и Хейли, и Фиджерайзда, и Армстронга, и Сенатора. Любит советскую эстраду. Шульженко, Бернес, Русланова. Классическую музыку просто невероятно обожает. Каруза, Шаляпина. Имеет потрясающий диапазон. Более трех октав. Причем свободно владеет и голосом, и фальцетом, и внизу, и в верхах. Это просто потрясающе. Самую первую песню в исполнении Александра Градского, конечно, я помню, услышал на пластинке. Это была озвучка музыкальной сказки «Голубой щенок». И особенно, конечно, потрясающая это была песенка «Рыба пилы». Он просто предложил спеть на октаву выше. Это никакая не компьютерная обработка. Это он реально так поет. «Рыба по прозванию пила, пилюшка в океане попадется, И скоро ваша шкуна пополам под острою пилой распадется. Ир-йол-я-лю-лю-лю, ир-йол-я-лю-лю, все рассвети я пилю». Ир-йол-я-лю-лю, ир-йол-я-лю-лю, все рассвети я пилю. Потом на программе «Голос» он этот эксперимент повторил. Хотя, конечно, в преклонном возрасте такие вещи повторять нельзя, но у него все было блистательно. Ну, чё это такое? Ну, это гений, чё вы что-то? «Рыба по прозванию пила, пилюшка в океане попадется, И скоро ваша шкуна пополам под острою пилой распадется. Это тело я люблю, это тело я люблю, Все рассвети я пилю. Это тело я люблю, это тело я люблю, Все рассвети я пилю. В 1963 году он вступает в группу польских студентов «Тараканы», играли они блюз и рок-н-ролл, как Башлачев скажет, а блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И именно тогда он решает стать музыкантом, певцом, композитором. Он был очень свободолюбив, не любил, когда ему кто-то указывал, и всю жизнь прожил под этим знаком творческой свободы. Поэтому его пытались зажимать, конечно, но талант такого масштаба зажать было невозможно. Он организует группу под названием «Славяне», третью в истории СССР рок-группу. Там были братья и была группа «Сокол» еще. Тоже потрясающие были музыканты. А в 1966 году он создает группу «Скоморохи». И знаете, я помню вот этот вот шок, свой шок, конечно, когда я в 16 лет взял в руки эту пластинку. Пластинку группы «Скоморохи». Я понятия не имел, что вот так можно. Они играли на каких-то странных инструментах. Непонятно, где они доставали аппарат. Что-то, видимо, и сами там конструировали. Что-то, конечно, доставалось. И из-за рубежа тоже. Но это просто потрясающе. И это такой настоящий фолк. Мне нужна жена, лучше или хуже. Лишь была бы женщиной, женщиной без мужа. Толстая, худая, это все равно. Пусть уродом будет, ведь по ночам темно. Если молодая, буду счастлив с нею. Если же старуха, так раньше овдовею. Пусть детей рожает, было бы охоты. А рожать не будет, так меньше мне работы. Наш старый дом, хорошо нам будет с днем. Наш старый дом, хорошо нам будет с днем. Наш старый дом, хорошо нам будет с днем. Если любит рюмочку,-то пусть не будет пьяницы. А не любит рюмочки, и как больше мне останется Ведь мне нужна жена, лучше ей или хуже Лишь была бы женщиной, женщиной без мужа Мол, стоя худая, это все равно Пусть уродом будет, ведь по ночам темно Мастер и дом, хорошо нам будет, ведь по ночам темно Мастер и дом, хорошо нам будет, ведь по ночам темно Мастер и дом, хорошо нам будет, ведь по ночам темно Мастер и дом, хорошо нам будет, ведь по ночам темно На уровне лучших звукозаписывающих студий Запада А сделано все из подручных случайных материалов К тому времени он уже заканчивает Гнесинку В смысле институт, факультет сольного пения В 1974 году он его заканчивает, а я только родился На пластинку скоморохов я могу переслушивать часами Нарепить просто, ставить и слушать и плакать, просто рыдать Я не знаю почему, но четыре песни с этой пластинки Особенно мне сразу врезались в память Это заглавная песня «Скоморохи» Тяжко дело, не беда Ой да радуга, дуга Я да радугой дам балаган Век за веком бьет в набат Сам себе и царь и бог Вольной радости солдат Скоморох Чатся сани, самокаты по дорогам Раз веселым да ребятам Скоморохом Пиво, мед, вино и прага Правда матка Скоморожия, вода, гаух и пахта Что ни шутка, в глаз, а не бровь Прибаутка, в глаз, а не бровь Что ни шутка, в глаз, а не бровь О-о-о-о-о-о-о-о-о-о В добродетель с нами мы И вечуем мы пороки В жизнь безумно влюблены Скоморохи День затмется веком век Суета мерзких морок Но хокочет человек Скоморох Learned by myself Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Скоморохи, явода, гаух и пахта Что ни шутка, в глаз, а не бровь Прибаутка, в глаз, а не бровь Что ни шутка, в глаз, а не бровь Воу, 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 воу Это, конечно, в полях под снегом и дождём На стихи Роберта Бёрнса в переводе Маршака, разумеется В полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, Тебя укрыл бы я плащом от зимних в юг, от зимних в юг. А если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, Во тьме я солнце бы нашел с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, С каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной. Субтитры подогнал «Симон» Под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, Тебя укрыл бы я плащом от зимних в юг, от зимних в юг. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, Не могу, вот просто не выходит из головы песни «Синий лес». Синий лес, пожалуйста, сказку мне расскажи о весне. Синий лес, синий лес, синий лес, синий лес, далекий лес. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- С нами старишься, синий лес и ты Все пройдет, все обиды сгладятся Снова будешь синим лес, лес моей мечты Синий лес, синий лес, синий лес Синий лес, синий лес Ну и, конечно, совершенно потрясающее «Я Гойя» Я Гойя Глазницы воронок мне выклевал ворог Слетая на поле, на горе Я Гойя Я Гойя Я Голос Я Голос Войны, городов головни Я Голос Я Голос Я Голос Я Голос Я Голос Я Голос О, гроздья, посмесь я Пусть бил залпом на запах Я петел нестанного гостя И в небо реальное небо Бил криткие звезды, как пластик Я моя, я моя Я пую Я пую Я пую Слушайте, да там на самом деле все композиции просто крышесносящие Найдите это в сети, легко найти Ну и тут же, вот, Кончаловский приглашает его в качестве композитора в фильм «Роман совлюбленных» И это был просто потрясающий успех И даже музыкальный западный журнал «Билборд» Объявил Градского звездой года Кто еще из наших такого удостоился в те-то годы И тут, конечно, карьера его пошла в гору, что называется Несмотря на то, что он носил длинные волосы и вот эти темные очки Ну, очки, ладно, еще, типа, проблемы со зрением, там, то-се, могли вот сказать Но волосы ему долго не могли простить, его не выпускали Даже на радио сначала запретили петь Причем, там, один из организаторов программ сказал А что, по радио видно прическу, что ли, да? Ну, тогда по радио разрешили А потом он ворвался, конечно, с потрясающей песней Александры Пахнутовой Как молоды мы были И это тоже было детское знакомство мое с творчеством Градского Оглянись, незнакомый прохожий Не твой взгляд, неподкупный знаком Может, я это только моложе Не всегда мы себя узнаем Ничто на земле не проходит бессмертно И юность ушедшая Все же бессмертно Как молоды мы были Как молоды мы были Как искренне любим Как верили в себя Как верили в себя Нас тогда Без усмешек встречали Все цветы На дорогах земли Мы, друзья, за ошибки прощали Лишь измены Простить не могли Ничто на земле Ничто на земле Не проходит бессмертно И юность ушедшая Все же бессмертно Как молоды мы были Как молоды мы были Как искренне любили Как верили в себя Первый тайм Мы уже отыграли И одно лишь Сумерить понять Чтоб тебя На земле не теряли Постарайся Себя не терять Ничто на земле Ничто на земле Не проходит бессмертно И юность ушедшая Все же бессмертно Как молоды мы были Как молоды мы были Так искренне любили Так верили в себя Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Не проходит бессмертно Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а потом он еще и занимался Преподавательской деятельностью Работал в институте Гнесиных Был профессором кафедры вокала В Гитисе Бывшем врате сейчас Создал свой театр музыки В Москве Градский холл Ну и на мой взгляд Он стал действительно Вот ярчайшим бриллиантом Для нашей российской версии Шоу программы «Голос» Эту программу я перестал смотреть После смерти Градского Ребята, ну вот при всем уважении Я очень уважаю наставников Всех, вот кто там был Нет, профессионалы Они большие молодцы Шикарные вокалисты Неплохие, наверное, педагоги Но Градский Он не просто был на голову выше Вот было ощущение Что вот Градский просто иной Он иной природы Он какой-то иной сущности Что ли То есть по сравнению с Градским Все они были безголосые Слепые и глухие Ну то есть При всем При том, что они все замечательные Конечно, и музыканты, и певцы И даже педагоги неплохие Но Градский Вот он был как бы, знаете, ну вот Совсем другой природы То, о чем остальные только догадывались Он видел ясно И догадывался о том О чем никто вообще даже не подозревал Но я помню, как я разревелся вместе с ним Ну вот этот вот просто потрясающий момент На шоу «Голос» Когда он каким-то внутренним чутьем Услышал, что поет слепая девушка Он услышал эту боль Все остальные услышали музыкальную лажу А он услышал боль в этом голосе I know that when you look at me There's so much that you just don't see But if you would only take the time I know in my heart you'll find Oh, a girl who's good sometimes Who isn't always strong Can't just see the hurt in me I feel so alone I wanna run to you I wanna run to you Won't you hold me in your arms And keep me safe from harm I wanna run to you? I wanna run to you But if I come to you Tell me Who is that Or you Run away Run away I wanna run away Run away I wanna run I wanna run представьтесь пожалуйста меня зовут патриция курганова я приехала из минска из белоруссии мне совсем немного надо было мне надо было просто услышать то что я ценю больше всего я это услышал спасибо не знаю что дальше будем делать куда и как и двигаться куда не знаю но знаете все люди разные патриция один сидит слушает музыку его ничего не берет другой сидит слушает музыку его берет почему этого берет за душу или за душу кого что неизвестно почему меня берет меня взяло а я когда повернулся меня взял совсем поэтому у меня еще вопрос интересует мне очень интересно как он не повернулся идите сюда вперед идите я здесь вы прошли это Вот так. Да. Ну, совсем неожиданный поворот. Для меня ожиданный. Вообще непонятно, что здесь происходит. Ну, вы не услышали, ребята. Все от нас зависит. Вот кто-то слышит, кто-то не слышит. Там такая боль. Слушай, я пойду покорю, не хочу. Ох, Александр Борисович, что же вы наделали? Ну, а как теперь вообще быть музыкантом, эстрадником-то нам? Ну, потому что вот каких бы успехов человек не добился на нашей эстраде, да даже на зарубежной эстраде, всегда был рядом Градский, который так удивленно на тебя поглядывал с высоты своего какого-то запредельного исполинского роста. Скончался он 28 ноября 2001 года, тоже вот скоро будет уже три года, как его нет с нами. Конечно, меня очень интересовало, был ли он верующим. Понятно, что он не был церковным человеком и не особо соблюдал заповеди Господни, особенно в личной жизни. Четырежды женат, что ли, был, по-моему, он. Ну, и я читал воспоминания его друзей, которые говорили, что он был совершенно неверующим. Кроме того, он же изначально Фраткин, да, Градский – это фамилия матери, которую он нежно любил и взял эту фамилию после ее смерти. А по отцу-то он Фраткин. Но при этом, когда он умер, было отпевание. Правда, тщательно засекречено в Новодевичьем монастыре. Похоронен он на Ваганьковском кладбище. Но если его отпевали, то это означает, что он как минимум был крещен. Правда, на похоронах, кроме православного священника, присутствовал еще и раввин. И многих это как-то взбудоражило. Правда, раввин никаких обрядов не совершал, просто присутствовал. Ну, почему бы раввину не поприсутствовать на похоронах? Никто не запрещает. Нет такого закона, запрещающего раввину присутствовать на похоронах Градского. Религиозный обряд совершал православный священник. Следовательно, может быть какая-то тайная или запоздалая связь с Христом Александра Борисовича была как-то что ли установлена. Но по крайней мере его интервью Познеру свидетельствует о глубоком понимании этого вопроса. Познер же в конце задает вопрос, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете, причем именно Градский расколол, что этого вопроса у Марселя Пруста нет. Значит, типа Познер же эти же вопросы не сам типа придумал, а значит у Пруста взял, ну там последние вот эти блиц-вопросы. А Градский говорит, не, это вы сами придумали, и Познер там тактично с этого съезжает. Но сами послушайте ответ Градского. Когда предстанете перед Богом... Вот этого Марселя Пруста ни в анкете не усовывается. Что вы ему скажете? Это вы придумали этот вопрос? Скажите мне, честно. Не имеет никакого значения. Когда пригласите свою программу и задите вопрос... Да вы убываетесь. Я знаю. Кстати, ответ на этот вопрос я заготовил давно. Ну, пожалуйста. Считается, что Господь Бог знает о нас все. Ну, так что вы ему скажете? Так что же говорить? Надо молчать и ждать его решения. Это был Александр Градский. Ну, так что он был, по крайней мере, крещен, что дает основание и право нам молиться о нем, даже церковной молитвой. Так что да помилует Господь раба своего Александра и простит ему все согрешения, вольные и невольные. А любимая моя песня у Александра Борисовича, наверное, все-таки это бессмертная вот эта вот песня о корабле из фильма «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». Не знаю, почему-то мне кажется, что вот она. Водку большую прадед наш решил построить для внуков, строил всю жизнь. Но не достроил ее тот прадед наш, оставил нашему деду, ждали мы этой лодки, не дождались. Победа! Лодку большую наш отец решил достроить для внуков, строил всю жизнь. Мечтали, друг мой, тогда на лодке той пройти с тобой вокруг света, но мечты разлетелись. Наши мечты, наши мечты, не стали мы строить целый корабль. Поведа! Поведа! Роленство! Поведа! 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 Мир! Мир! Балета! Сын мой, настанет час такой, Что ты проснешься с рассветом На корабле. И встанешь твердо На палубе лицом К океану жизни И в тебе Воплотятся Наши мечты Наши мечты Из дедовской лодки Вырос корабль Потом гордость наша Плывет он с наводной И для неба Нестрашный бурей Сын мой, путь достанет Принять наше знамя Доброю валей И верной рукой А в дорогу Возьми с собою В веру мою В счастье твое В грядущий мир Он придет Придет для всех Людей Спасибо, Александр Борисович За нашу счастливую жизнь И за ваше творчество Из святых дней Конечно, у нас 2 ноября Был день поминовения Всех усопших верных 1 ноября Был торжество всех святых То есть всех тех Кто уже вошел в небесную славу Кто на небесах С Господом В церкви Торжествующий Но есть ведь и другие Верующие Которые Не были Столь успешны При жизни Как христиане Умерли С неисповеданными Легкими грехами Или не выполнили Епитимии И так далее И там подобное И они Как апостол Павел Говорит Спасутся Но как бы из огня По решению Божьего суда Они Проходят очистительные Такие страдания И эта церковь Страдающая В западном богословии Это называется Чистилище В восточном богословии Кстати Иерусалимский собор Это тоже постановляет Правда Это там У православных Это как бы Такое Отделение Ада А у католиков Чистилище Это преддверие Рая Из Чистилища В ад Нельзя Скатиться Из Чистилища Одна дорога В рай Поскольку Ты христианин Ты искуплен Христом Но ты как-то Вел так себе Такую жизнь Не очень хорошую Или не раскаивался И вот тут Тебе дается Время Чтобы раскаяться Деятельно Как-то раскаяться Хотя там Заслуг Уже нет У тебя Ты не можешь Там никаких Заслуг Приобрести Никакую награду Получить Поэтому На земле Вот здесь Мы Можем Какие-то Заслуги Иметь То есть Идея о том Что христианам После смерти Будет дарована Награда Она есть И в Новом Завете И даже протестанты В это дело Верят Что каждый Разную награду Получит от Господа Ну Собственно Это и есть Признание Наших заслуг Ну Когда мы там Напоили Чашей холодной воды Страдника Не потеряет Награды Своей То есть Даже самое мелкое Доброе дело Говорит Господь Будет достойно Награды Поэтому Тем более Дела Духовные Когда человек Жертвует Деньги Когда человек Молится Когда человек На мессу Ходит Посещает Ее То есть Это все Ему Засчитывается В награду Потому что Злые дела Это наказание Добрые дела В том числе Молитва Пост Участие В литургии Частая Это все Тебе В награду Господь Это все Учитывает И дает Нам награду Но Всегда Церковь Так же Понимала Что Вот как Здесь На земле Ты Допустим Работаешь Где-то Очень хорошо Работаешь Ты лучший Работник Месяца К примеру И тебе Дают Премию Миллион Рублей Тебе Дали Ну и Ты Смотришь Что на Твоей Работе Есть Человек Который Плохо Работал И его Оштрафовали Вычли Из зарплаты Ему Какую-то Сумму И вот Он сидит Плачет И даже Раскаивается И говорит Ну я бы знал Я бы конечно Взялся За ум Ну что теперь Делать Детям Хотел Одежды Купить Ну меня Оштрафовали Справедливо Оштрафовали Ну вот Где же бы Мне подработку Такую Найти И вы Говорите Ну вот у меня Премия Миллион Рублей Поэтому Я Хочу Помочь Этому Человеку И не потому Что Начальник Злой А начальник Например Еще и Ваш отец И он вас Как-то Воспитывает Или просто И духовной Наставник Он мог бы И сам Конечно Пожалеть Оштрафованного И вернуть Ему Но он же Хочет Чтобы и вы Тоже Учились Участвовать В его Деле Ну вот я Как бы Говорю Бог Бог может И сам Конечно Помиловать Человека Но Он Учит Нас Делитесь Своими Заслугами Да И священное Писание Говорит Что Человек У которого Есть Заслуги Может Поделиться Своими Заслугами Как Человек Получивший Премию Да То есть Он Может Таким Образом Как бы Послужить Человеку У которого У которого Этих Заслуг Нет Например Иаков Говорит Молитесь Друг За Друг Чтобы Исцелиться Много Может Усиленная Молитва Праведного В основном Это Конечно Вот Такие Заслуги Молитвенного Предстательства Я Молюсь О тебе Ну то есть Как бы Можно сказать Конечно А что Это Я буду Молиться Что Бог Сам Не знает Что Он Страдает Да И он Молится Ну Нет И я Молюсь И я Как бы Жертвую Своё Усилие Чтобы Человеку Было Лучше То есть И моя Заслуга Вот этой Молитвы Богом Учитывается И направляется На Восполнение Нужд Вот этого Человека И заслуги Делятся На Де Конгро Заслуги По справедливости И Де Кондигна Да Де Кондигна Может для других Заслужить Только Христос Естественно Как Глава Церкви Как Вождь Нашего Спасения А вот заслуги Ну как бы Награды По справедливости Да Мы можем Ими делиться С другими Как бы Не только Молитвой Но и Добрыми делами И спрашивая У Бога Для наших Собратьев Во Христе Благодеяние Прежде всего Конечно Вот Духовного рода Так вот Поэтому 2 ноября Вся церковь Собирается И поэтому Специально Люди пытаются Вот даже Особенно Если это Рабочий день Все равно Отложить дела Взять Может быть Отгул За свой счет То есть Это еще Одна жертва То есть Прийти на мессу Чтобы в этой Особой молитве Поучаствовать То есть И Свои заслуги Пожертвовать Тем Кто проходит Очистительное Наказание Своим Родственникам И так далее Ну то есть Это очень Важный день Я Очень Его люблю И Конечно Я стараюсь Никогда Его не пропускать Вообще Надо чаще Ходить На мессу На литургию Потому что Тем самым Ты помогаешь Всему миру Да То есть Ты же молишься Там же жертва Приносится За весь мир И ты вдруг Подключаешься К этой молитве Как мирянин Даже Многие Этого не понимают Монкируют этим А потом Жалуются А что это Мне там Вот являются Во сне Там родственники И видно Им там плохо Да ты когда Последний раз В церкви О них молился А слабо Это делать Постоянно Хотя бы Еженедельно Хотя бы По воскресеньям Приходить И участвовать Лень тебе Ты думаешь Что это только тебе Что ли нужно Бедный ты человек Должен я тебе сказать Ну да ладно В общем 2 ноября Мы провели Вот такую мессу Где молились За Всех Усопших Верных Пребывающих В месте Отчистительного Наказания Да помилует их Господь Господи Молим тебя Удостой Почивших Рабов твоих В память О которых Мы постоянно Молимся И жертвуем И наши Заслуги Удостой Их Светлого И мирного Пристанища Через Христа Господа нашего Аминь Ну а 4 ноября Мы вспоминали Святого Карла Баромео Епископа Родившегося В 1538 году В Италии В 23 года Он стал Не только Епископом Но и кардиналом Это конечно Очень дорогого Стоит Так рано Редко Кто удостаивается Такой честь И он стал Архиепископом Милана Как Амвросий Медиаланский Ну правда Дядя у него Был Папа Римский Пи 4 И вместе Они в 1563 году Завершали Триденский Собор Утверждая Истину Божью Против Ереси Реформаторов Святой Карл Баромео Был горячим Поборником Просвещения Он Организовал Первые Духовные Семинарии Провел 16 Синодов Без устали Посещал Приходы Своей Епархии При этом Был Человеком Неслыханной Щедрости Бедным Раздал Все Что имел Особенно Во время Эпидемии Даже Собственную Кровать Пожертвовал Больным Причащал Больных Безнадежных Умирающих Хоронил Мертвых Не боясь Заразиться Хотя Многие Боялись Проводил Покаянные Процессии В грубой Мешковине Нес Тяжелый Крест Да с детства Собственно Он Подавал Большие Надежды Ему Когда Было 12 Лет Это Как Вот Гайдар В 14 Лет Стал Красным Командиром А Святой Карл Боромео В 12 Лет Был Назначен Комендантом Бенедиктинского Аббатства Вороне И Так Хорошо В 12 Лет Поставил Дело Что Это Аббатство Стало Приносить Доход В 2000 Скуда А доход Аббата Напрямую Зависел От дохода Аббатства Поэтому Когда он Получил Просто Невероятное Деньжище Для 12 Летнего Мальчика Он Естественно Не мог Ими сам Распоряжаться Он И спросил Благословение У своего Отца На что Купил себе Какую-то Средневековую Игрушку Думайте Нет 12 Летний Мальчик Огромную Свалившуюся На него Сумму Отдал Бедным С детства Он страдал Пороком Таким Заиканием Но Много Работал Над дикцией Над ораторским Искусством И в конце Концов Победил Даже Этот Недуг Он Учреждал Дома Презрения Для престарелых Священников Приюты Для Сирот И вдов Открывал Госпитали Больницы А после Смерти Вот В 1713 Году Когда Разразилась В Вене Эпидемия Чумы Сам Император Молитвенно Ходатый Стволы Взывал К святому Карлу Баромео Чтобы Господь По его Молитве Защитил Вену От эпидемии Святой Карл Баромео Добивался Строжайшей Дисциплины Основал Орден Облатов Святого Амбросия Медиаланского Биотифицирован Был в 1602 Году В 1610 Канонизирован Ну а Умер Соответственно Приставился Поэтому и память Его В день Его Рождения Для небесной Славы Умер Он 3 Ноября 1584 Года То есть В этом году Еще и Круглая дата 440 лет Назад И он Считается Святым Покровителем Духовенства Семинарии И катехизаторов Святой Карл Баромео Моли Бога о нас Ну а вам Дорогие друзья Я желаю Великой Духовной Ревности Которая Была У святого Карла И которая Поможет вам Обрести И заслуги Достой Достойные Идите Идите В мире Бог Даст Увидимся С Богом Пока Пока Субтитры